всем привет сегодня у меня для вас видео с моими покупочками из магазина фикс прайс товаров у меня не так много поэтому видео не будет длинным первое с чего я начну это будут детские игрушки детские товары и ими уже артур начал активно пользоваться поэтому все упаковочки раскрыты и некоторые потеряли товарный вид первое что я вам хочу показать это вот такой игровой набор для ванной животный мир в магазине были различные варианты не только уточки также там были бегемоты крокодилы еще какие-то животные я решила взять классический набор утят и в следующий раз пойду конечно же возьму что-то другое зая для того чтобы артур играл с ними в ванной клёвые игрушки мы уже один раз их брали с собой они не тонут прикольно пищат сейчас не буду шуметь так как артур у меня спит качество резина неплохое единственный минус это то что если сильно надавить с той стороны то вот это вот штучка все время хочет вылететь на маленьких игрушках такого нет только на большой уточки вот как вы видите вода потекла цена игрушки было 55 рублей довольно таки неплохая игрушка за такую цену далее следующее что там купила и это вот такой кассовый аппарат моего также уже вытащили из коробки как тут написано с реалистичной функции сканера стоил он 99 рублей вот в такой коробке все это находилось и качество товара я вам скажу так себе так как муж у меня уже разбирал и ремонтировал до съемки уже все это успела сломаться ребенок ломает два счета как бы вот эта кнопка уходила он ее сделал вот такой звук издает игрушка принципе больше никаких звуков не издает также здесь была кнопка которую артур уже благополучно вдавила она куда-то ушла но если на нее нажать то как бы выдвигается кассовый аппарат можно импровизированно положить туда денежки также все хорошо туда задвигается принципе возможно я взяла какую-то не такую игрушку так как у нас вот эта штучка вообще плохо задвигалась и после того как первый раз мы разбирали этот кассовый аппарат сейчас все задвигается хорошо но артур выдавил кнопку а так в целом игрушка неплохая своих денег стоит пластмасса довольно таки прочная для того чтобы игрушка работал тут вам нужно две батарейки в комплект они не входили мы их брали отдельно также в магазине были другие расцветочки но почему-то мне захотелось и не синий желтую второй раз вряд ли буду покупать другой расцветкой так как в принципе одного аппарата вполне хватит но почему-то арту у меня постоянно хочет взять его как телефон и прикладывают к уху так как все-таки здесь кнопки но кнопки это муляж они ни за что не отвечают ну выглядит все это прикольно далее следующее что я там купила это была вот такая машинка она была в пакетике стоил 50 или 55 рублей точную цены я уже не помню игрушка довольно таки неплохая подобные машинки я беру неоднократно сейчас появилась новом дизайне также там были другие расцветочки предыдущую желтым артур благополучно сломал она у него вся расслоилась мы ее выкинули поэтому я ему взяла на замену еще одну желтенькую машинку ею он тоже играет удовольствием и она еще пока цело еще одна игрушка которая там купила это вот такой космический робот стоила игрушка 199 рублей она на батарейках батарейки в комплект не входили их я вставляла отдельно но на данный момент я батарейки вытащила и сейчас расскажу почему я покажу саму игрушку вот такая игрушка тут у нас вот такой механизм он почему-то закрывается можно просто поставить чтобы игрушка светилась а можно открыть и игрушка будет ездить ездит игрушкой стороны в сторону также возможно внутри игрушки находится какой-то доводчик так как она не врезается в стену разворачивается и едет дальше все бы ничего все хорошо ручки двигаются она сама едет моргает сверкает все работает но почему я вот еще батарейки игрушка находится до сих пор в коробке это скорее всего я эту игрушку выброшу и даже не дам своему ребенку так как когда ее включаешь не проходит и минуты начинается жуткий едкий запах пластмассы и мне кажется это не очень хорошо так как ребенок все это будет вдыхать и не факт что он не отравится если будет пользоваться этой игрушкой долго поэтому сейчас я опять эту игрушку положу обратно в коробку и наверное выкину на свалку так как пользоваться такой это вредит своему здоровью если вы видели подобную игрушку то советую вам ее не покупать потому что опять же этот неприятный запах который может навредить вашему ребенку и я не знаю вообще хорошая ли это пластмасса если она так воняет когда начинает немножко нагреваться но если вы уже купили такого же робота то напишите мне пожалуйста исходит ли какой-либо запах от вашей игрушки возможно просто мне попалась такая но возможно это вся партия такая и все они не очень хорошего качества и последнее из детских товаров что я купила это тесто для лепки она уже по моему нашего производства это не китай до страна изготовления россии и это уже как искал не китай фирма луч кроха тесто для лепки я его тоже уже доставала нам было интересно как все это выглядит давала турчику поиграться я не знаю еще можно ли пользоваться вот этим зеленым цветом так как раз таки его я распечатала тут у нас четыре цвета синий желтый красный и зеленый там внутри красненький каждый кусок теста находится в индивидуальном пакете и вот в такой тарочке обычно таких контейнер соевый соус туда и так зелененький я сказала мы уже открыли и открыли уже давно прошла примерно недели и как вы видите он все-таки сохраняет эластичность ничего с ним не случилось точно такой же как достала его в первый день таким он и остался сам контейнер повредился как я говорю мы уже активно пользуемся этим тестом для лепки именно зеленым цветом остальные я пока не доставала но после съемки видео будем с артурчиком играть более активно что хочется сказать по факту тесто немножечко имеет кислый запах этот аромат также сохраняется на руках поэтому после использования рекомендую все-таки ручки ребенку помыть чтобы все это не оставалось на руках на одежде вроде как следы не оставляет руки не красит хотя по поводу одежды утверждать не будут так как мы не проверяли также здесь есть палитра как можно смешивать эти комочки и добиваться новых цветов я думаю ребеночку будет очень интересно особенно когда он все познает новое на этом детские игрушки у меня закончились давайте уже перейду к другим товарам следующая моя покупка которая вам покажу я ее делаю уже не в первый раз это у нас батарейки солевые здесь 10 штук стоят они 55 рублей как раз таки я беру их для детских игрушек принципе вполне нормально хватает надолго быстро они не выдыхаются раньше предвзято относилась к этим батарейкам проходила мимо но сейчас когда я иду в магазин практически всегда беру эти батарейки так как для детских игрушек мне кажется это самое то просто те магазины которые есть у меня в доступности не так далеко как fixprice в них продаются примерно такие же батарейки по качеству но цена у них на порядок дороже и я не вижу смысла переплачивать когда можно купить дешевле далее следующие две мои покупки это косметические я решила себе купить кисть для макияжа вот такую еще и не открывала не проверяла поэтому давайте откроем месте проверим стоила эта кисть 99 рублей смотрела отзывы у всех они разные кто-то говорит что кисть довольно таки достойная кто-то говорит что не стоит тратить деньги я решила проверить это сама многие утверждают что кисть попадается кривая я старалась смотреть и купить дровную но пока вроде да она кривая мне тоже не повезло при кисть немножко кривовато но посмотрю как она будет действовать то есть вам интересно то как эта кисть работает деле подписывайтесь на мой второй бьюти канал там я буду тестировать эту кисть и показывать на себе как она работает вы наверное уже обратили внимание что кисть немножечко такая эластичная очень удобно будет наносить ручка резиновая здесь у нас антискользяшка и 2 косметическая покупка это вот такой спонж для макияжа стоил он 77 рублей мой старый спонж пришел негодность я решила попробовать из фикс прайса тоже смотрите будем тестировать все на бьюти канале и последняя моя покупка которая совершила конечно я не могла уйти из магазина без канцелярии здесь у меня вот такой позитивный блокнот по моему это новиночка по крайней мере в наших магазинах это новинка привезли только недавно возможно во всех магазинах уже давно эти блокноты присутствуют магазине были различные расцветочки когда я увидела эти блокноты вначале у меня даже разбежали из глаза так как хотелось взять все но я вовремя взяла себя руки и решила не разбегаться взяла себе только с одним рисунком пойду в следующий раз фикс прайс если не увижу что-то новенькое то возможно куплю себе еще один такой блокнотик блокнот размером опять 80 листов называется он позитивный блокнот очаровательные кактусы производитель проф пресс 6 плюс ну и давайте покажу внутри начинается он вот таким образом этот блокнот принадлежит замечательному человеку в случае утрат свяжитесь со мной и начинаются различные задания различные цитаты можно даже раскрашивать мне кажется вот так вот это все идет тут можно соединять по точкам но это не весь блокнот такой как бы он тогда не идут где-то в начале потом появляются белые листочки тоже большой довольно таки пролез белыми листами опять идут вкрапление этих заданий опять идут белые листочки и все по-моему да и в конце то есть в середине где-то идут эти задания и в начале листы у этого блокнота очень тонкий фломастер они точно не выдержат максимум можно писать обыкновенной ручкой гелевая скорее всего тоже просочиться про краски и фломастеры я вообще молчу здесь справятся только карандаши и обыкновенная ручка на это меня все надеюсь вам понравилось мое видео если остались какие-либо вопросы или комментарии то обязательно пишите подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой второй канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео остались какие-либо вопросы или комментарии то пишите я с удовольствием отвечу и прочитаю спасибо за внимание всем пока пока